Женский квартал Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте! Очень приятно вас видеть. Я собрала вас всех сегодня здесь, чтобы обсудить успехи и проблемы в нашем коллективе в Женском квартале. Проблемы, к сожалению, тоже есть. Но я думаю, что для начала мы познакомимся. Да? Да. Вот вы, например, вы чья мама? Ну а что, сразу непонятно? Я мать богини! Вроде. Татьяна Оруджева. Очень приятно. Здравствуйте. Да, очень приятно. Слушай, а вот эта Лена мамы, как для своих лет, очень даже неплохо сохранилась, да? Я вообще-то Лена. А, да! Ой! Как неловко-то! А вы, я так понимаю, мама Саши Машлятиной, да? Да! А откуда вы догадались? По манерам. Ага! Приходом! Ну что ж, девушки, дамы, на сущный вопрос, самый главный вопрос, нужно сдать деньги девочкам на новые костюмы. Простите, но я сдавать не буду. Почему? А потому что я уже два раза сдавала. А моя Лера как выходила на сцену в трусах и бюстгальтере, так и выходит. Такое впечатление, что деньги сдаю я, а вся ткань уходит на Оруджеву. Очень красиво. Что очень красиво. Последнее платье было очень красиво. Спасибо. Ой, доброго дня. Здравствуйте. Вибачте за запизнение, просто дуже далеко працюю. А где? В Польше. А, послушайте, как хорошо, что все-таки наконец-то пришла мама Тани Песек. Вы же ни разу не были на наших собраниях, так что с вас 15 тысяч гривен. Что? А с чего вы взялись, что я мама Татьяны Песека? Если хотите знать, я матерь совсем другой девочки. Этой. Какой? Тайка уже сдавала гроши. Ага, сдавала. Ну сидайте, разберемся. Татьяна, сразу хотела бы с вами поговорить о вашей Насте. Леночка, не стоит благодарности. Это просто моя работа – рожать гениальных актрис. Это бесспорно, конечно же, но ваша гениальная актриса очень высокомерно себя ведет по отношению к другим девочкам. Да, да, да. Ну а как она должна общаться с ними? Ну если птице суждено летать, не вините ее за это. Слышь, ты, цапля, ты к чему клонишь, а, птица? А потому что Настенька моя актриса, а остальных тут понабирали. Ой, извините, понабирали. Хотя любому бриллианту нужна огранка. Ага, понятно. Понятно, проблем больше, чем я думала. Может быть, кто-то еще чем-то недоволен. Да, да. У меня есть претензии по поводу ролей Насти Евтушенко. А что с ними не так? Скажите, пожалуйста, почему моя Настенька все время играет каких-то некрасивых, нескладных, мужиковатых баб? Я понимаю. Я понимаю, вам как маме должно быть это неприятно, но... Я отец. А я вот, кстати, соглашусь с мужчиной, да. Мне вот тоже непонятно, по какому принципу вас раздают вот эти вот роли, да? Да, никакого принципа нет, просто кто из девочек в чем хорош, тот те роли и играет. А, вот так вот, значит, да? То есть, если следовать вашей логике, моя Сашенька хороша в бухле? В смысле? В смысле? Я какой концерт не включу, она на сцене либо пьет, либо уже пьяная. Вы понимаете, я мать, я мать, и мне очень обидно, что моя дочь, моя девочка Постоянно играет в каких-то алкашек. Пардон, Ивасик, не кто? Ивасик. Простите, пожалуйста, а тут роли все-таки как-то распределяют, да? Они просто по росту выдают. А вы чья мама? Я мама Алины Гордиенко. И у нее очень мало ролей. Алины Гордиенко, понятно. Напомните, кто это? Ну, Алина, ну такая шикарная, пышногрудая блондинка. Все равно не понимаю, о ком вы. Ну да, если бы не ваш этот женский квартал, она давно бы стала мисс вселенная. Алина, Алин, давай по тексту, а? Лен, вот когда дадут текст, тогда и будем по тексту, хорошо? Ладно, продолжаем собрание. Итак, у кого еще какие претензии? У меня есть, Елена, вопрос к вам. Вот я мать Леры, и я возмущена, что моя дочь все время играет разгульных женщин. Она же у нас из интеллигентной семьи. Девочка закончила школу с золотой медалью, умеет играть на фортепиано, знает сальфеджио. А из-за этих ваших ролей она никогда не найдет себе молодого человека. А вы плохо знаете Леру. Она молодого никогда и не искала. Слушайте, а если ваша Лера не хочет, так моя Алиночка может сыграть разгульных женщин. Да, она же только с виду такая строгая бизнес-вумен, неприступная. Но меня еще. А внутри-то у нее страшная похоть. Эта страсть вылазит из нее наружу. Я просто знаю, как мама. Как мама. Итак, что еще? Я перепрошу ее. Але я по поводу этих традиций после концерта. Каких традиций, не понимаю. Ну, этих обовязковых вечерок. Вы хотя бы девчат телефоны не забирайте, а? Я ж хвилююся. Знаете, тут, по-моему, по поводу телефонов вопрос не к нам. Ну, не знаю. Коли Таня, я мама Тані. Вы зрозуміли. Так от, коли Таня грала в лізе сміху, такого не было. Гра закінчилася. Я Донею 200 доларів передала там для керівництва каналу. Ну, на лампочки плівку, ну, ви все знаете. Потім вони ще три дні перезнимають ось ці свої невдалі стяни десь там за містом на турбазі. Ну, ви знаете, що я буду вам говорити. І все. Дитина вдома. А після вашого жіночого кварталу я її можу до двох тижнів не бачити. І взагалі, пані Олено, у вас лампочки. І плівка набагато дорожча. Взагалі. Взагалі, що я лампочки. Ваша Таня розказує. Опа, 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 опа. Добріший вечір. Разрешите представитися? А, не нужно, не нужно. Ми догадалися. Ви папа Вову Шумко? А вот і нет. Я папа Валика. Шумко у нас сусіді по площадці. Ух ты, ну допустим. Я, кстати, хотів вам сказати, ваша Леночка в танцах больша. Молодець. Я Лена. О, извините, не узнал. Тоді скажу лично, восхищен. Спасибо. Жалко, що ми не сусіді з вами. Ну що? Я типу вже хотів поговорити. І, кстати, хотів поговорити з вами по поводу зарплати моєго Валика. І ли цей крісінош від мене що-то скриває, чи ви мало платите? Вашому Валику платять також, як всем. Так тут крім слов, ще й деньгі дають. А, я понял, мой сын не главний лох на проекте, да? Це радує прямо, це радує. Лен, а поговорити з дівчонками, щоб вони прям всем табуном к моєму Валику не приставали, а? Ой, почему вы решили, що ваш сын кому-то интересен? Ну не буде же він мені врать, да? Тем більше я вижу, що у старшого поколення теже молнію стреляють, да, мамаша? А? Я отец! Слушайте, это какой-то кошмар. Пусть мать ходит на вот эти ваши дебильные собрания. Окна, листья и туман, пролетает дельтаплан, Как огонь горит в ночі пламя от свечей. Что это? Это Алиночка написала сама. Так що, якщо проблема в авторах, Алина сама себе все напишет. А скажеш, як она катається на вел... О, Боже. Так, родители, девочек, достаточно. Достаточно. Вы знаете, я когда планировала это собрание, думала, что буду разговаривать со взрослыми людьми. А тут я их что-то не вижу, поэтому следующее собрание я проведу с бабушками и дедушками. Надеюсь, хоть там есть кто-то взрослый. А с вами мы продолжим общение там, где вам самое место. В клубе? Ну, конечно, девочки, ну какие мамы, господи боже мой, ну, конечно. Всем привет, мама тут, мама входит в модный клуб. Мать качает коллектив, у нее корпоратив. Яркий макияж, отвязный стайл, мама пишет сториз, ставлю смайл. И пока силы есть, мама пишет смс. Доча, ми-ми-ми, папу, обними, припом, пальцы, 789. Мамочка в загул, семья прощает. Ну а шо, мама, ты мае право, постирай, прибирай и уйдуй на всю ораву. И потому Назар Поросе, ей важно его довести, что мама в танце, королева. Все окей, все окей, все окей, мама надо скоррю. Все окей, все окей, все окей, все окей, все тут в банк контроли. Все окей, все окей, все окей, право, шанс и лево. Все окей, все окей, все окей, мама королева Напишу пару слов ей в инстаграм Мама, ты суперстар, ты супер мам Не волнуйся, мамуль, пройдет немного лет Я повторю один в один этот сюжет Все окей, все окей, все окей Мама, надо в поле Все окей, все окей, все окей Все по контролям Все окей, все окей, все окей Право, шаг и слева Все окей, все окей, все окей Мама, королева Это женский квартал Богини здесь смеются над собой Это женский квартал Это женский квартал